Интересуетесь происходящим в стране? Тогда предлагаю вашему вниманию три интересных новостных телеграм-канала Катарсис 2018, кстати, и Дабл Ять. В борьбе за новых подписчиков ребята, между прочим, конкурс устроили и даже приз неплохой разыгрывают iPhone XA. Всё, что нужно сделать, кликнуть ссылку в описании к этому видео, оформить подписку на все три канала, а после зайдите в бот, нажмите старт, вас зафиксируют как участника акции, и вуаля! Розыгрыш состоится уже 24 декабря, полная информационная картина в вашем новом гаджете, осталось его только выиграть. Председатель Комитета гражданских инициатив Кудрин предложил ввести новые критерии оценки величия российского государства. Насколько человек счастлив, вот что ещё необходимо учитывать. Уровень развития страны и гражданского общества в целом, это ведь не только высокие экономические показатели, отметил чиновник, не только равенство граждан по доходам или там по гендерному признаку, например. С этим у нас как раз всё в порядке, а вот счастливы люди или нет, мы об этом не знаем. У многих наших соотечественников жизнь очень рутинная, работа – дом, работа – дом. Необходимо вовлекать народ в общественные процессы, разнообразить, так сказать, скучное бытие – это... Сами слушайте. И это стало сегодня новым, важным потенциалом развития. И, например, в крупных корпорациях, даже не в крупных, а в средних, сегодня такие понятия, как культура, ценности... Переведу. Короче, чтобы жизнь, ребята, не оказалась вам однообразной, вам нужно больше отдыхать душой. Но не всё же время деньги зарабатывать, куда вы их денете-то в таком количестве? Можно, как вариант, в пятницу вечером, после трудовой недели в мешках с коллегами попрыгать, канат поперетягивать в кино на Крымский мост, всем коллективам сходить на конец, а в субботу, как в старые добрые времена, пригласить, скажем, лектора в офис и послушать познавательную лекцию об истории, скрепах и ценностях. Так и вон, а ну чё, Михалыч в данном случае, Леонидыч, ну да бог с ним. Начинаем. Парси. Кстати, о ценностях и о нашей истории. Вот теперь, господа, без сарказма, держитесь за что-нибудь. В октябре нынешнего года на аукционе Сотбис были проданы частички лунного грунта, который в 1970-м собрал с поверхности естественного спутника нашей планеты советский космический аппарат Луна-16. Грунт был доставлен на Землю и передан в собственность институту имени Вернацкого. Три песчинки институт подарил матери легендарного конструктора Королева Марии Баланиной. И вот минувшей осенью эти песчинки каким-то чудом оказываются на аукционе и уходят в частную коллекцию некоего американца за 900 тысяч долларов. Историки утверждают, что наследники Марии Николаевны никому тот грунт не продавали. Да и как? Это ж не батон колбасы. Национальное достояние на минуточку, но дальше еще смешнее. Уже 29 ноября там же, на Сотбисе, в качестве лота неизвестные выставили записывающее звуковое устройство с космического корабля «Восток-6» вместе с записями. Кто не в курсе, «Восток-6» — это корабль, на котором в 1963 году на орбиту вышла первая женщина-космонавт в истории Терешкова. Так вот, магнитофон был вместе с ней в космосе и фиксировал все происходящее во время полета. Та сегодня тоже продается на аукционе. Кто? С какой радости? Мне, например, вообще непонятно. А знаете, какова цена этого уникального предмета, повторюсь, вместе с записями? 40 тысяч долларов. Все системы корабля работают отлично! Самочувствия отличные! До скорой встречи! Вот так вот, ребята, мы относимся к своей истории. Такого магнитофона больше нет, он один. Оригинальные записи тоже, как вы понимаете, существуют в единственном экземпляре, а какой-то мурламой берет и продает все это дело за три копейки. Да и лунный грунт, уверен, догадываетесь, тоже не мешками на землю завозился, чтобы вот так вот налетай, не скупись, покупай живопись. Это наше достояние, повторюсь, достояние наших отцов и дедов, наша история, наша гордость. А их украло какое-то мурло и толкает на барахолке. А где, кстати, стесняюсь спросить, главные горлопаны и отстаиватели скреп и ценностей российских милонов, в Поклонская, Мизулина, где эти болтуны, которые так ратуют за сохранение культуры и наследия нашей страны? Почему сама Терешкова молчит, ныне депутат от Единой России? Кстати, я, вы знаете, когда услышал ту запись и когда осознал, что ее больше нет, вернее, она есть, только теперь это достояние чужой страны, мне так обидно стало. Нам какие-то люди в телевизоре ежедневно врут о том, что мы должны свято чтить память наших предков, а на деле-то вон что происходит. Просто продали ту память за зеленые бумажки. А почем, кстати, знамя победы можно толкнуть, никто не знает. Это реальная журналистика по ту сторону совести. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А в Госдуме по-прежнему в тренде расстрельные инициативы, ну, в смысле запретительные. На минувшей неделе в канцелярию здания на Охотном Ряду прилетел еще один законопроект от члена Совета Федерации Клишаса, ну, это который по поводу оскорбления чиновников в Рунете дюже сокрушался. На этот раз член озаботился большим количеством фейков в соцсетях и предложил соштрафовать распространителей этих самых фейков от трех до пяти тыр штрафы для граждан, ну и до миллиона для юриков. Под фейками понимаются сообщения информационного характера и касается данной инициативы, как мне кажется, совсем не граждан, а блогеров и журналистов, которые в тех соцсетях окопались и чьи хвостят российскую стабильность, на чем свет стоит, правду матку режут, не все, оговорюсь, власти с ними ничего сделать не могут. Клишас вот и придумал, как с нашим братом бороться, ну, по крайней мере, ему так кажется. Честно скажу, господин слуга народу автор, и я сам двумя руками и даже ногами за такой закон надоело, потому что, кроме зомбоящика, дураков из моих соотечественников, еще какие-то недотепы, считающие себя блогерами в Рунете, делают. На фоне неоднократных попыток провокаторов разных мастей вывести российскую молодежь на улицы, руководство нашей страны усиливает диалог с новым поколением. Это видно по валу событий, касающихся молодежной повестки дня. Но я бы предложил вот что. Если вы честный и порядочный мужчина, то в ваш законопроект неплохо было бы внести одну маленькую поправку, почему только соцсети это касается. А давайте-ка поглядим за эфиром центральных российских телеканалов, например. Пока не течет даже горячая вода в батареях. Для участника Евромайдана Кирилла Чубенко это прямо физически ощутимое разочарование. И даже теплом кота компенсировать это чувство сложно. Ничего мне лично не дал Евромайдан. Эфир Первого канала. 21 ноября. Про пятилетие Майдана. В Киеве пропагандисты наши вспоминали и показали по ТВ парня, якобы участника тех событий, который сто раз уже пожалел, что в протестах на Майдане участвовал. Мол, жить только хуже стало. Плачется герой. Зачем я вообще в ту зативу ввязался? Хотели, как лучше, а получилось. Мои коллеги из Радио Свобода разыскали этого героя, не поверите. Им оказался актер из Беларуси, которому тупо заплатили внимание. Отсняли в чужой квартире, переодели. Все. И мы вернулись. Этот ролик, не знаю, в момент, когда я все-таки одумался и решил, что нельзя так делать. А его на тот момент уже отправили. Примечательно, что никто после даже не попытался извиниться. А ведь то кино на весь мир транслировалось. Или вот, пожалуйста. Я хочу еще научиться рисовать и музыку писать. А вот танцевать робота Бориса уже научили. И причем довольно неплохо. Это вообще, по-моему, в учебники по журналистике попадет сюжет о том, как на форуме каком-то там наша страна презентовала миру танцующего робота. Кто-то из внимательных зрителей заметил подлог и начал копать. В сюжете телеканала у чудо-техники засветилась шея. Разгадка находится быстро, если загуглить поисковый запрос костюм робота. Костюм робот Алеша очень похож на робота Бориса. Итог. Скандал, вследствие которого в ГТРК тут же удалили данное кино отовсюду. Пару дней держали оборону, в конце концов сдались. Это шутка была. Сказали какие-то несчастные, назначенные девочками, мальчиками для битья. Был просто полностью уверен, что все по аналогии с Дедом Морозом совершенно точно узнают аниматора в костюме. Ну ведь весь этот проект вообще создан для детей, и практически все современные технологии, разработки там представлены в виде проектов. А еще мы прекрасно помним американского ребенка, которого якобы установила гея семья. Неужели так должна выглядеть детская? О май гад! Затем находится в кратчайшие сроки после выхода в эфир этого сюжета данный ролик на ютубе и выясняется, что на самом деле на этой стене были изображены автомобили. Да много еще что было. Скобеева у убитой в Керчи девушки умудрилась взять интервью уже после ее убийства на митинге Навального. Дети коррупционеров выходили. Это я к чему? Повторюсь, господин Клишас, я за введение закона против фейков, но мне очень хочется, чтобы этот закон был действительно против фейков, а не против меня и моих коллег. Поэтому, ну вы подумайте, внесите поправку-то. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка сверху. В соцсетях жду, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Сегодня наша страна, наши средства массовой информации, наши граждане, которые находятся за рубежом, систематически становятся объектами массированных информационных атак, лжи и клеветы. И цель у этих компаний одна, выставить Россию в наиболее неприглядном виде. наиболее неприятно один, остается покупать преступные, цель и у네요. Продолжение следует...